Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, несколько минут вашего времени, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся в плане фундамента новостей на финансовых рынках. Стараемся мы охватить целый спектр инструментов, это не только рынок Орекс, обращаем внимание и на фондовые активы, и периодически, когда есть что-то интересное, опять же, в плане новостей, говорим и о рынке криптоактивов, криптовалют. Сегодня у нас четверг, мы постепенно движемся к завершению этой недели и на повестке еще три таких интригующих вопроса, которые меня очень волнуют, потому что я знаю, что разрешение этих вопросов будет для рынка настоящим топливом, драйвом, для того, чтобы те инструменты, которые вовлечены, опять же, в эти новостные события, показали серьезные движения. Во-первых, до сих пор неясно, как и чем разрешится ситуация вокруг Испании и Каталонии, то есть, с одной стороны, мы слышим и угрозы со стороны Испании лишить этот регион автономии, в свою очередь, Каталония хочет повозгласить независимость. Срок, как вы помните, был поставлен в начале этой недели на четверг, сегодня настекает, будем следить за евро, и если дело пойдет по радикальному сценарию, самому негативному, который мы допускали, европейская валюта может показать очень серьезное оснижение. Плюс ко всему, очень также интересует многих вопрос по поводу кадровых перестановок в РЭС и того, кто же займет пост, кто займет позицию Джанет Йеллен, хотя мы понимаем сейчас в качестве наиболее вероятных кандидатов их немало, их около пяти, и есть, конечно же, скажем так, отдельные любимчики для Трампа, но и Джанет Йеллен все-таки сохраняет еще вероятность того, что ее полномочия будут пройдены на следующий период, то есть за февраль 2018 года. Меня также очень интересует вопрос, может ли все-таки нефтянка, которая вооружена очень серьезным фундаментом до конца этой недели, протестировать сопротивление в 60 долларов за парень. Мы, как и всегда, сегодня, прямо сейчас поговорим про тот новостной фонд, который окружает этот актив, и вы поймете, что пока что он явно сигнализирует пользу сохранения длинных позиций, пока что он поддерживает быков и, может быть, даже мотивирует еще тех, кто не присоединился, сделать это сейчас, потому что ралли еще может состояться. И кто знает, может быть, на какой-то короткий промежуток времени быков не удастся составить даже в районе 60 долларов за баррель. Ну, собственно, давайте прямо поговорим по нефти. Клоу вчерашнего дня 58-18, сейчас инструмент обходится чуть ниже. Небольшое символичное закрытие в красной зоне, я бы даже сказал, что его можно опустить и говорить о том, что нефтянка все равно находится на многонеделях, даже многомесячных максимумах. Нефтянка в одном шаге от того, чтобы оказаться рядом с этим важным сопротивлением. Ну, если говорить про бренд, это, конечно же, 60 долларов за баррель. Если обратиться в расчет котировки WTI, там чуть побольше придется пойти, но уже следующая планка 55 долларов за баррель. Мы делаем акцент по-прежнему на рост геополитической напряженности, на эскалацию конфликта всей ситуации Ирака и Курдистана, на рост напряженности в отношениях Ирана и Соединенных Штатов Америки. Понимаем то, что если в первом случае позиции силовиков, силовые позиции Иракской армии будут, собственно, столкнуться с сопротивлением оппозиции, в данном случае курдов, это, хочешь не хочешь, но скажется на объемах экспорта, потому что под угрозой будут, собственно, ресурсы, будут инфраструктурные мощности, которые отвечают за экспорт, собственно, нефтянки со стороны второй по величине, по уровню добычи страны всего ближнего восточного картеля. Что касается ситуации вокруг Ирана и Соединенных Штатов Америки, то последствия вероятного введения новых санкций, которые также будут распространяться на нефтянку, будут, по сути, отрезать Ирана, глобального рынка по поставкам. И если уже в складчину объединять Ирак и Иран, те объемы, которые поставляются на рынок с территории этих государств, то мировой рынок может недосчитаться больше даже полутора миллионов. Конечно же, вероятность того, что будут реализовываться самые, скажем, пессимистичные расклады по данному фундаменту крайне низко, но вы видите то, что премия за риск, она уже очевидна, и трейдеры явно предпочитают перестраховаться, скажем, уже заложиться под возможный негатив, чтобы более-менее эта ситуация была контролирована. Поэтому с открытия этой недели мы видели открытие с ГЭПом, когда появились первые сообщения о том, что армия Ирака вошла в Киркут, это крупнейший нефтедобывающий регион, провинция, то, что иракская армия начала полномасштабную военную операцию против курдов, и все это впоследствии того самого, значит, присловотого, собственно, референдума, который состоялся в сентябре, против которого выступило правительство, собственно, Багдада, потому что под угрозой уже поставки, опасения за сбыт нефти, тем более, что через Курдистан, в целом через Курдистан, экспортируется больше 600 тысяч баррелей в сутки. Очень много и ясны их опасения. Вчера у нас также был отчет по запасам нефти вслед за оценкой Американского института нефти, Министерства энергетики, тоже в соответствии с ожиданиями, как и прогнозировалось и ожидалось, запасы снизились на 5,7 миллиона. Отчасти картину, может быть, стабилизировали показатели по росту запасов дистиллятов и бензина, но они были символичны, там даже до 1 миллиона не добрались. Поэтому трейдеры лишь убедились в том, что и статистика сейчас явно на руку, опять же, покупателям, соответственно, и серьезным ослаблением мы, какого мы не увидели. Следующей важной векой для нефтянки, как вы помните, будет ноябрьская встреча ОПЕК, хотя нас уже на следующей неделе, в понедельник и вторник, 23-24 октября, ждет техническая встреча мониторингового кабинета, который следит за исполнением обязательства. Конечно же, по факту технической встречи никаких решений не принимается. Это дилегатива только непосредственно политической элиты, которая соберется 30 ноября. Сейчас следует уже разговор о том, что соглашение продлят на 9 месяцев, ну, соответственно, на 9 месяцев с марта, это до конца 2018 года. Много скептиков также, но я уже позволил себе сделать акцент на то, что, друзья, у нас есть прецеденты уже накоплены с начала этого года, когда к важным встречам рынок готовится заведомо настраивать на оппозитив, хотя, может быть, в глубине души понимаешь, что его не будет. И вот этот факт подготовки с оптимистичными ожиданиями, он становится причиной локального роста. Нефти, правда, этот рост очень быстро сходит на нет, но присутствует. Я думаю, что если объединить все вот эти новостные события, ну, уж точно можно, как и было отмечено ранее, ставить на высокие шансы бренда добраться до 60 долларов за баррель. Рубль 57.33. Российская валюта пока держится на текущих значениях, ну, собственно, значениях, которые мы наблюдали день назад, в начале этой недели. Пока что мы не видим вот этого пробоя и сопротивления 60 долларов за баррель, и, разумеется, пока что медведи также не могут навалиться на нефтянку, чтобы привести к какому-то дополнительному ускорению пару долларов рубль. Заморожены мы на текущих котировках. Диапазон, я думаю, довольно узким будет, но с ориентирами, я надеюсь, уже понятно. Мы ждем снижения все-таки под конец года и нефти, и, соответственно, ждем, что российская валюта будет стоить гораздо меньше против доллара, и, соответственно, валютные активы, иностранные конкуренты доллара и евро будут гораздо дороже. Европейская валюта против доллара. Вчера вы наверняка могли заметить то, что, наконец-таки, доллар рос, рос весьма устойчиво, без каких-либо откатных движений. Это неплохое задело на то, что собралось достаточное количество покупателей, которые обладают достаточным необходимым количеством ликвидности, чтобы вернуть американца против иены. Традиционно мы рассматриваем то, что происходит с долларом против защитного актива японской валюты. Вернуть американца выше текущих значений. То есть мы сейчас на пороге 113 иен против доллара. Но видели мы уже эти котировки и видели, как после них американская валюта камнем летела снова вниз, позволяя, опять же, говорить пессимистам то, что у доллара нет ни единого шанса на том, чтобы вырасти. Поэтому, опять же, не хочется накаркать на текущем этапе. Все-таки конец недели уже близок. И технические факторы эффект пятницы, когда трейдеры начинают фиксировать результаты сделки. Но я надеюсь, что ралли еще должно продолжиться. И на этом импульсе роста мы имеем все-таки основания вероятности подняться выше. Что касается доллара и японской иены, то сейчас на что нужно делать акции? Как вы понимаете, тема, связанная с ростом процентных ставок в декабре, она хоть и обсуждается, но уже не настолько интересна, как это было, к примеру, несколько недель назад. Почему? Потому что сейчас всех интересует, кто же займет поста Джанета Йеллен. Напоминаю, что вчера было отмечено наиболее вероятным потенциальным представителем и сменщиком, скажем так, будет Джон Тейлор, который всем известен правилам Тейлора, своеобразной формулой, которая оценивает ситуацию с ставками федерального фондирования. И, по его мнению, ставки должны быть гораздо выше текущих значений. Поэтому, если пост председателя ФРС достанется ему, можно будет рассчитывать на даже более ускоренные темпы ужесточения монетарной политики, более стремительные темпы нормализации денежно-кредитного курса и, соответственно, больше ралли американца. Все-таки, помимо Джона Тейлора, есть и другие представители американского, скажем, монетарного, ретарного сообщества. И, может быть, и Пау, собственно, смене Джонет Йеллена, а, может быть, и сама Джонет Йеллен сохранит за собой эту позицию. Кстати, по-моему, встреча с Дональдом Трампом на Джонет Йеллен состоится уже сегодня. Почему я в начале брифинга сделал акцент на то, что подвешенным вопросом остается вопрос приемничества, да потому что есть даже вероятность, что решение будет принято до конца этой недели. Может быть, даже ближе к пятнице, может быть, к пятницу, либо на выходных. Поэтому нам со следующей пятидневки уже будет с чем работать. Мы к этому готовимся. Хорошо, когда новостей много. Хорошо, когда есть, скажем, еще выбирать. Мы это старательно делаем, и я с большим удовольствием всегда делюсь с вами тем новостным фоном, который складывается на рынке. По доллару, друзья, еще я хочу сделать акцент на сильный фундаментальный фонд в плане статистики. Не забывайте про очень крутой отчет по промышленному производству. Также не забывайте о том, что доллар параллельно с улучшением макроэкономической конъюнтуры поддерживает и индекс американской валюты, и доходности американских трежер из десятилеток. Они сейчас постепенно, понемногу, ну не быстро, конечно же, но все-таки подрастают. Это позитивный тоже сигнал тенденции. И еще хочу отметить то, что в эти выходные в Японии состоятся парламентские выборы. Я не сомневаюсь и думаю, что мало кто сомневается, что действующая партия власти, партия Синзаба, получит необходимое количество, большинство, необходимое количество, необходимое большинство голосов. Не будет необходимости, как вот в Германии у партии Меркель, формировать коалиниционное правительство ни с кем. Если победа будет безоговорочной, то мы сможем смело, как и раньше, настраиваться на лобби. Идеи влажности экономических стимулов, которые используются сейчас Банком Японии, которые продолжат использоваться, может быть, даже в еще больших объемах. Это усиление контраста монетарных режимов ФРС и, соответственно, Банка Японии и потенциально очень мощный стимул, который может толкнуть пару долларов японской иену уже с открытия понедельника. Поскольку это политические, собственно, выборы, выборы довольно серьезные, я считаю то, что вероятность открытия с ГЭПом пары доллара японской иена чуть не 100%. И будем настраиваться на то, что этот ценовой разрыв все-таки будет в сторону усиления позиций доллара. И будем рассчитывать на то, что доллар японская иена, ну, после всех наших мытарств и ожиданий, наконец-таки должна добраться хотя бы до планки в 115 иен против доллара. Немного отошли мы от евро. Ну, здесь особо-то добавить нечего, потому что по европейской валюте баллы правят по-прежнему политические риски. Смотрим за развитием ситуации вокруг Каталонии. Сегодня истекает срок принятия решений по будущему территориальному устройству. Будет ли Каталония принимать операцию независимости? Если будет, то вчера, собственно, под занавес дня Испания сообщила о том, что в случае принятия тут же она будет лишена автономии. В свою очередь, стороны пока не радеют за нахождение какого-то альтернативного выхода из текущей сложившейся ситуации, потому что если бы это было так, мы имели бы возможность уже об этом оговорить. И, соответственно, если сегодня, либо под конец недели эта декларация независимости будет принята, то, друзья, и инициирование 155-й статьи Конституции Испании, это и предел сферы влияния, это и попытка, собственно, взять под контроль уже центральное управление эти регионы, это и попытка, возможно, даже задним числом можно решить автономию эту, собственно, эту провинцию. В любом случае, политические риски, они сейчас превалируют, и если говорить более приближенно к реальности, поскольку были уже тоже подобного рода прецеденты, скорее всего, дело дойдет до реализации негативного сценария, что станет причиной очередных локальных народных протестов, волнений, и эти протесты и волнения, конечно же, будут выражаться на улицах, друзья. Поэтому евро может потерять очень много, лично для меня было удивительно, что на фоне таких ожиданий евро вчера вырос, даже на фоне усиления позиций доллара. Кто-то считает, что рост евро сейчас связан с тем, что трейдеры уже закладываются под заседание ИЦБ, которое состоится в следующий четверг, и закладываются под то, что Драги анонсирует, хоть и продление действия программы количественного смыслчения, но с параллельным сокращением действия этой программы, точнее объема покупаемых облигаций с 60 до 30 миллиардов. Очень много сейчас оптимизма, связанного с этим, я этот оптимизм не разделяю, хотя признаю то, что экономический рост действительно вырос, картина в целом фактическая улучшилась, показатели активности сферы услуг и строительства, и промышленного сектора тоже на подъеме, рынок труда прогрессирует, снижается и уровень безработицы, растут заработные платы. И если бы не было одного большого «но», я бы, пожалуй, тоже примкнул к этому лагерю оптимистов и поставил на то, что Европейский Центральный Банк должен уже задуматься о выходе из этих беспрецедентных стимулов, тем более, что балансы ЦМБ уже за счет выкупа облигаций до такой степени раздут, что уже давно переприняли даже американский регулятор. Но вот этим большим «но» является текущая ситуация с инфляцией и то, что Европейский Центральный Банк допустил чрезмерное укрепление евро около 10% с начала этого года. Поэтому рост курса европейской валюты, конечно же, оказывает давление на индекс потребительских цен и лишает этот сектор статистики прогресса, который ему удалось показать за счет улучшения ситуации в экономическом росте и прогрессе вот в тех секторах, которые я перечислил. Поэтому нам, по крайней мере, Европейский Центральный Банк, как это сделал ФРС буквально месяц назад, не дал понять, что для них показатель инфляции больше не является таким незыблемым таргетом и целью. Судя по всему, индекс потребительских цен, показатель CPI, очень сильно влияет на те решения, которые принимаются Европейским Центральным Банком. А поэтому говорить о том, что евро продолжит стремительное восхождение и сможет рассчитывать на уже ужесточение монетарной политики, на мой взгляд, сейчас крайне прежней временной. Поэтому по евро готовимся к распродажам и готовимся к тому, что эти распродажи могут проявиться уже до конца этой недели. Фунт против доллара растет. Вот здесь у меня нет вопросов к британцу, потому что мы с вами настраивались на то, что это пара. Да и сама британская валюта должна чувствовать себя сейчас бодрее, потому что Brexit, да, это актуальная тема. Кстати, сегодня участники рынка по праву также могут уделить внимание еще и политическим вопросам, потому что новый этап переговоров назначен на сегодня. Следите за новостями. Я надеюсь, что вам удастся, скажем, понять настроение, которое есть по этой теме, и использовать их в трейдинге. Но настроения в целом прежние, негативные, потому что есть определенные задавки каких-либо договоренностей, но ключевые вопросы еще в стадии таком подвешенном. То есть это начинает уже очень многих раздражать, это отсутствие каких-либо предложений со стороны Англии, которые устроили бы Европейский Союз, раздраждают, соответственно, Европейский Союз. В свою очередь, неготовность Европейского Союза идти навстречу Англии раздражает резумей. Вот тоже такое замкнутое кольцевое противостояние, в то же время время движется вперед, и никаких решений еще не озвучено. Я на этой неделе позволил себе сделать акцент на статистику, потому что уверен, что отчеты, какими бы они ни вышли, какими мы бы их ни увидели, будут подогревать ожидания роста процентных ставок. И у нас был показатель инфляции в начале недели 3%, это максимум за последние 5 лет. Конечно же, это сигнал того, что ставки нужно повышать. У нас вчера рынок труда, уровень безработицы 4-3%, средняя заработная плата снизилась с 2,2% до 2,1%. Это сигнал того, что инфляция растет быстрее, чем заработные платы. И, соответственно, чтобы изменить эту ситуацию, нужно поднимать заработные платы резко, что невозможно, либо влиять на показатели инфляции, чтобы выровнять инструменты. Соответственно, как будет действовать банканты? Ну, конечно же, самый лучший вариант – это повысить процентные ставки, это путь наименьшего сопротивления и самый простой. Будут ли они это делать, мы узнаем уже в ноябре. Я считаю, что до повышения фактического решения дело не дойдет, но Банк Англии будет постоянно кормить нас фактически 100% вероятностью того, что ставку поднимут на 0,25 поясных пунктов до 0,5. И произойдет это уже 2 ноября. Пока что рынок устраивает вот эти обещания. Вроде бы кто-то решил, что даже правильно оценил фундамент и верит в то, что ставку повысят. Ралли, по крайней мере, сейчас продолжается в контрасте с сильным долларом. Это значит, что на фунт в большем порядке влияет национальная статистика. Поэтому, друзья, давайте так же, как и раньше, по британцу не отказываться от длинных позиций. Пока тоже примкнулся вот к этому локальному ралли, связанному с спекулятивным спросом по факту решений, которые будут приняты в ноябре. Поэтому по фунту у нас сейчас котировки 1,3214. Я думаю, что, как и раньше, можем ставить на уровень 1,34 даже повыше. Оставляйте против доллара. Сегодня вышел целый блок статистики по рынку труда. Уровень безработицы 19,8 тысяч. Это новых рабочих мест. Лучше прогноза, но хуже, чем в прошлом месяце. При этом показатели безработицы снизятся с 5,6 до 5,5%. Австралиец на это отреагировал логичным образом, ростом. Пока что можно только лишь констатировать уровень 0,78, 53. Не думаю, что это ралли продолжится выше, поскольку вот-вот в игру должен снова вступить доллар, который, я полагаю, не просто так решил подобраться уже сейчас к отметке 1,13. Видимо, этот уровень, который пока что остается сопротивлением, под конец этой недели станет довольно мощной поддержкой. И мы сможем оказаться выше. Соответственно, рост доллара будет приводить к слабости австралийца и на взяланца. Что-то суперпозитивное. Сейчас противопоставить силе доллара со стороны регуляторов этих стран нет. Поэтому здесь нужно поддаваться классической логике. В случае роста доллара эти активы будут слабее цели. Вы уже знаете, я их неоднократно подчеркиваю. Американский фондовый рынок настойчиво движется вверх. Чем выше сейчас забирается эта секция, тем, соответственно, болезнь не будет потом падать. Уже давно я не спекулирую американским, собственно, S&P, ни NASDAQ, ни Dow Jones. Может быть, кто-то из вас это делает. Но помните о тех рисках, которые могут свести на нет весь прогресс, показанный текущими уже опубликованными отчетами, результатами квартальной хозяйственной деятельности компании. Еще я хотел отметить пару юрисдикатов, но здесь что можно подчеркнуть? Здесь сразу два отчета. Это отчеты по рынку недвижимости США и, соответственно, отчеты по рынку недвижимости Канад. По США мы вчера просели по закладке новых домов примерно на 4,7%. Что касается Канады, то здесь противовес рост на 1,6%. И на этом контрасте у канадца было больше шансов показать характер. А может быть, даже укрепление канадской валюты связано только с одним лишь фактором. Это ростом котировок нефти. Как бы то ни было, сейчас USDCAD находится на отметке 1,2463, друзья. И мы уже в одном шаге от очередного заседания Банка Канады, где будут приниматься решения по процентным ставкам. Ну, об этом, собственно, заседании мы, безусловно, еще поговорим. Перед тем, как оно состоится, настроимся, как торговать. И я буду, собственно, снабжать вас информацией и рекомендовать определенные взгляды, озвучивать точнее взгляды субъективного характера. На этом, друзья, собственно, все из важных отчетов. Сегодня в 11.30, то есть через полтора часа, это роничные продажи. Будем замыкать фундаментальный фонд по Англии этим релизом. Опять же, ждем поддержки для британцев. В 15.30 заявки на пособие по безработице. Это рынок труда США. Здесь, как и всегда, держимся ниже 300 тысяч и видим то, что рынок будет прогрессировать и дальше, оказывая поддержку от долларов. Друзья, хочу сделать небольшое объявление. Следующий брифинг состоится уже в понедельник. То есть в понедельник мы с вами, как и всегда, встретимся дважды. Это и на брифинге, и на вебинаре «Правильный понедельник». Надеюсь, то, что никаких сюрпризов под конец недели не произойдет. Вы в курсе того, какой новостной фонд сейчас является определяющий и на что сейчас нужно делать ставку. Осталось только дождаться, чтобы отыграли наши идеи и те события, которые мы выделили как наиболее важные, привели к тем последствиям, на которые мы с вами поставили. В динамике в основном доллара и европейцы, ну и, конечно же, британская валюта. Если есть вопросы, как и всегда, форум «Амаркетс» канал на YouTube, не забывайте подписываться на него, оставляйте ваши вопросы, делайте комментарии. Не забывайте про то, что у вас также есть возможность одним щелчком мыши поставить лайк, большой палец любому спикеру, который готовит контент для вас в рамках нашего канала. Напоминаю, что его очень много, чтобы быть в курсе всего, достаточно просто подписаться. На этом, собственно, все. Хорошего вам завершения недели, хороших предстоящих выходных и до встречи в понедельник. Всего доброго, до свидания.